всем привет с вами снова военный обзор я иван савин в этом обзоре я покажу транспортную систему рубеж предназначенную для пограничных войск российской федерации первым делом мы вкратце рассмотрим руководство по эксплуатации данной разгрузочной системы это бумажная книжка из листков формата 4 в которой написано комплектность жилета как пользоваться моли системой как переставлять и крепить под сумки как регулировать как что располагать и способы ношения дополнительного навесного снаряжения на сумке сухарной кому интересно сканы данной книжки я уже сделал они находятся в ссылке в описании в специальном альбоме моей группе вконтакте так что ж приступим рассматривать непосредственно жилетную основу и так жилетная основа данной разгрузки очень похожа на ту которая есть у техн комов ского у мтбс а очень велико сходство с 6 ша 112 цвета оливы от того же самого техн кома разгрузка жилетная основа состоит из нескольких частей первое это нижняя секция пояс верхняя секция спины лямки и плечевые левая правая грудная часть регулировка по росту осуществляется с помощью двух поясных строп и плечевых лямок на липучке велкро и стропе с карабином по объему разгрузка регулируется двумя стропами здесь и здесь и внутренним поясом пояс кстати можно отсюда удалить он не монолитный как у 6 ша 112 если пояс придет негодность или будет нужен более жесткий и надежный то этот пояс легко можно вытащить и вставить тот который вам больше по душе на внутренней стороне заднего пояса мы видим клеймо с названием разгрузки и прочими цифрами также на внутренних сторонах грудных частей у нас есть вот такие вот d-образные кольца назначение которых я честно говоря не знаю застегивается жилет на груди с помощью двух регулируемых по объему фастексов и поясном ремне типа у мтбс вот здесь как я уже и сказал может быть вытащен и вставлен другой также на поясе размещается два тренчика с d-образным кольцом под всяческие приблуды если они нужны они могут быть удалены но в принципе штука очень полезная такие же тренчики только без липучки и кнопки комплектности идут к ремню от новой формы в кпо таким карабином очень удобно пристегивать ключи и прочие вещи имеющие цепочки и складывать их в карманы так на этом мы с разгрузкой закончили переходим к подсумкам первым рассмотрение у нас будет подсумок под магазины от автомата ак м или а к 74 подсумок крепится с помощью системы моля на вот таких вот кнопках запирается на турникетную кнопку без липучки велкро имеет вот такой вот петлеобразный ухват для пользования подсумкам в перчатках внутри рассмещаются либо два магазина а к м а к 74 либо три магазина а к 74 если удалить специальную перегородку внутри подсумка вот так вот выглядит эта перегородка внутри прошита каким-то плотным пластиковым материалом ну и обычной тканью попробуем разместить в нем три магазина от пока 74 три магазина атака 74 умещаются в этом подсумке гораздо хуже чем в штатном от у мтбс а и закрыть его на турникетную кнопку удастся только прикладывая определенные усилия но я думаю это связано с тем что подсумок новый только со складского хранения если его чаще использовать ткань ясное дело растянется и можно будет укладывать эти три магазина без проблем но но главным образом этот подсумок пользуются пользовать надо все же таки с перегородка или без перенося всего два магазина дальше у нас идет сдвоенный подсумок под две гранаты RGO или RGN подсумок сдвоен опять же имеет сзади моли интерфейс на кнопках застегивается на турникетную кнопку имеет внизу люверс третьим по счету у нас идет подсумок под штык нож опять же крепится на моли имеет такую застежку с турникетной кнопкой и карабинчик для того чтобы пристегивать его скорее всего к ножнам штык ножа обычного такая эма или ак-74 четвертый по счету у нас идет подсумок под рацию типа гранит или моторова к сожалению радиостанции как и штык ножа у меня сейчас нету но зато есть вот такая вот допотопная теха от фирмы моторова что ж благодаря вот это вот резинки сидит очень хорошо и даже не болтается пятом по счету у нас идет подсумок под индивидуальный перевязочный пакет также люверс моли интерфейс и что очень интересно этот подсумок имеет застегивание застежку на шпендерек или как это называется я честно говоря не знаю короче говоря это очень такая древняя и не очень крутая вещь вот на дворе 2017 год разгрузка сделана приблизительно в 15 16 и на ней имеется вот такая вот застежка на брезентовом подсумке от автомата а к к м даже нету такого здесь это есть это как по моему это не очень хорошо потому что индивидуальный перевязочный пакет нужно доставать как можно быстрее а такой шпинделек этого сделать быстро не позволит так что я думаю что здесь эту тему надо доработать и использование таких вот петель просто исключить дальше у нас идет подсумок под фонарь или же под реактивный осветительный патрон умещается он здесь на ура и застегивается на обычную кнопку мне даже кажется что здесь можно попробовать уместить два сразу нет к сожалению двух робов здесь не уместить зато вот один довольно таки здесь хорошо умещается немножко болтается вверх-вниз но это я думаю не очень страшно следующим у нас идет подсумок комбинированный под фляжку или котелок застегивается на такой вот шпингалет не знаю как правильно называется застежка такого типа но я буду назвать ее горловина у подсумка подрезинена и имеется два боковых кармана один на липучке скорее всего чтобы класть в него специальный столовый прибор комбинированную ложку вилку и ножик здесь еще дополнительный такой вот маленький карманчик не знаю честно говоря для чего если кто-то знает зачем он здесь пишите в комментариях свои предположения дальше у нас идет подсумок под мпл малую саперную лопатку подсумок абсолютно почти на сто процентов скопирован с бткшного rd54 в расцветке емэр но за одним исключением есть моли интерфейс задней стороны опять же закрывается он на вот такой вот шпингалет лопату укладывается черенком вниз черенок выходит через вот это вот отделение дальше у нас идет уникальный подсумок таких я почти никогда не видел это подсумок под 10 сигнальных патронов к пистолету sp81 до сигнальные патроны закрывается подсумок на две кнопки имеет вот такую подрезиненную створку и десять ячеек под сигнальные патроны 5 с одной стороны 5 с другой опять же внутри есть моли интерфейс для установки на разгрузку и следовательно под эти патроны полагается кабура под сигнальный пистолет sp81 сигнальный sp81 вторая под пистолет ярыгина но это сначала рассмотрим кабру под сигнальный пистолет имеет вот такую вот защелку на турникет пуговицу внутри у нас очень длинный тренчик для пистолета чтобы закрепить его на пистолетной рукоятке и чтобы пистолет никуда не потерялся так сказать чтобы был на привязи очень полезная штука дальше у нас подсумок под пистолет и рыгина застегивается на турникетную кнопку внутри у нас опять же имеется очень длинный тренчик боку имеется маленький подсумчик тоже на турникетке для расположения там дополнительно магазина к пистолету и предпоследний подсумок как вы думаете для чего для наручников подсумок для наручников в принципе для пограничных служб довольно актуальная штука но ничего особенного опять же моли интерфейс слив вот такой вот объем подсумка и закрывается все это дело на кнопку и и последнее по счету у нас сумка сухарная продовольственная очень похожа на сумку сухарная от разгрузочной системы м1 от она tactical за несколькими исключениями сзади у нас транспортировочная ручка моли интерфейс по бокам то же самое два карабина которые можно регулировать на клапане сухарки у нас 4 ячеечки молли для продевания в них стропы для навешивания дополнительного оборудования и снаряжения горловина у сумки сухарной имеет две регулировки одна внешняя по объему чтобы из сухарки ничего не вываливалась в нее ничего не просачивалась и 2 вот здесь опять же с таким же устройством внутри у нас сухарки много места есть две сливные два сливных люверсы на дне сухарки и внутри у нас 2 вот такие вот стропы связанные в узел предназначены они для того чтобы на поверхности сумки сухарной размещать плащ-палатку спальник или еще что-нибудь соответствующего размера как указано на как сказано в инструкции что ж давайте-ка все это дело сейчас соберем и посмотрим как это выглядит в сборе итак в общем после одевания и небольшой пробы данного жилета могу сказать что он очень похож на 112 или 116 какую-то их помесь по функционалу он достаточно неплох вес распределяет отлично вот в этом жилете я себя чувствую гораздо лучше чем вот в 112 на плечи нагрузка ложится гораздо более равномерно также все подсумки они специфические то есть это не техеньком это именно как там предприятие кераса видите вот эти петельки то есть издалека может показаться что это техеньком одна из особенностей данной разгрузки что у нас здесь присутствуют две кобуры по два пистолета чем это объясняется пограничники используют сигнальный пистолет и помимо табельного то есть там пм или какой-нибудь грач у него еще должен быть сигнальный пистолет получается у нас один пистолет здесь это под нормальный боевой пистолет да и вот это под сигнальный то есть мы поместили грач-глок и вот здесь у нас подсумок под сигнальные патроны вот вот так вот он выглядит тоже достаточно специфический но выполнен очень качественно и очень удобно единственное что мне лично не понравилось ну так как у пограничников специфика своя патрули там прочее какие-то наряды которые по границе ходят боезапас 4 магазина этого мало то есть я привык минимум четырем двойным подсумкам а возможно и больше вот и все ну как посмотрим на сухарку сухарка тоже достаточно удобная и что еще порадовало это наличие подсумка под котелок фляжку вот специфический он сейчас к сожалению пустой потому что сейчас у нас не оказалось котелка вот ну это связано с автономностью и так в общем приходим вот ремень немножко выправился но это собственно такая же шляпа как и у этого у 112 там и 116 18 всех этих серий надо под себя подстраивать там еще есть вторая двухшелевая пряжка вот нужно под себя подстроить подогнать и заправить излишек ремня вот по ощущениям ну как видели сами то есть перекаты абсолютно идеально выполняются ничего не мешает также магазины хоть они располагаются на груди изготовиться лежа они мне не помешали так как их у нас всего два двойных подсумка они четыре или более поэтому особо это не мешает плюс еще разведенная вот эта вот часть она не сведена вместе то здесь у нас есть просвет что тоже добавляет немножко ну что-то типа мобильности что ли вот так вот ну отдельно я хочу отметить плечевые лямки они очень удобные к ним очень нормально ну как прикладывается приклад по крайней мере без бронежилета так с вами был военный обзор кирилл и иван ставьте лайки подписывайтесь оставлять комментарии пока